Конкуренция за инвестиционные ресурсы в мире с каждым годом становится все ожесточеннее, это не секрет. И в этом смысле размер привлеченных в страну инвестиций это еще и некий показатель профессионализма госуправленцев. Здравствуйте, меня зовут Тимур Мухаммадеев, вашему вниманию программа «Кабинеты». Так вот, если обратиться к отечественному инвестклимату, то каковы сегодня конкурентные преимущества республики? Кто сколько и куда в разрезе отраслей инвестировал за последние годы? Эти вопросы адресуем главе профильного комитета Министерства по инвестициям и развитию республики Ерлану Хаирову. Добрый день, Ван Картавич, разрешите. Добрый день. Меня зовут Тимур Мухаммадеев, телепрограмма «Кабинет». Если позволите, первый вопрос касательно инвестиционного климата. Тема такая совершенно не новая, на мой взгляд, но всегда актуальная в том смысле, что происходят какие-то изменения, преобразования. Меняются обстоятельства вокруг, окружающий мир, обстановка экономическая, финансовая и так далее. Мы в нашей работе делаем упор, в первую очередь, на то, чтобы создать самые лучшие условия, чтобы Казахстан стал магнитом. Здесь мы не стали изобретать велосипед. Мы взяли стандарты Организации экономического сотрудничества и развития. Более 8 лет вместе с ОСР работали. Проведено 2 анализа, которые показали, где сначала нужно нам улучшиться. И второе, что инвестор может принести Казахстан. В течение 8 лет глобальные изменения были произведены. Вы, наверное, знаете, 60 стран въезжают в Казахстан без визы. Это одна из рекомендаций ОСР. Процесс приватизации. Абсолютно много направлений по интеллектуальной собственности, судейскому корпусу, работы судей. И все это составляет инвестиционный климат. И теперь мы работали более 8 лет с ОСР. И как итог, в прошлом году Казахстан стал ассоциированным членом Комитета по инвестициям ОСР. Что это такое? Это показатель того, что инвестиционный климат Казахстана соответствует стандартам этой организации. Сегодня как, если вот описательно, а как выглядит модель, к которой мы стремимся? Нельзя говорить о модели, не совсем правильно, наверное, кому-то подражать. Мы скажем, к чему мы стремимся. Мы стремимся к тому, чтобы инвестор выбирал Казахстан, приходил сюда, ему было комфортно здесь работать. У него была возможность найти законодательство на английском языке. У него была возможность работать напрямую с государственными органами, получать очень легко услуги от государства. И понятно, чтобы среда инвестиционная, которая абсолютно все макроэкономические сюда включает инструменты, чтобы все это было для него очень приятный комфорт. Для вас, как для ведомства ответственного за эту работу, какой основной критерий? Я так понимаю, это число привлеченных инвесторов, ну и, соответственно, объемы привлеченных инвестиций. Либо еще есть какие-то критерии? Спасибо большое. Хороший вопрос. Смотрите, мы за последние 12 лет привлекли 271 миллиард долларов прямых иностранных инвестиций. Понятно, что большая часть, конечно, связана с добычей полезных ископаемых. Но задача, которую поставил перед нами глава государства, это чтобы инвесторы приходили в обработку. И вы, наверное, знаете, была и действует госпрограмма индустриализации, которая нацелена. И вся система преференции государства выстроена на то, чтобы инвестор приходил в обработку. Теперь, последний год, 2017, показал, что 25%, то есть каждый четвертый доллар, который приходит в Казахстан, это в обрабатывающий сектор. Если мы возьмем, к примеру, 2009 год, до госпрограммы индустриализации, то тогда приходило где-то порядка 8%, 8,3%. Сейчас уже порядка свыше 25%, то есть выросло в 4%. Этот уровень каков, на ваш взгляд, в перспективе должен быть? То есть есть какая-то отметка, к которой стремимся? Есть отметка, видите, мы, как вы правильно говорите, не всегда важно гоняться за объемами инвестиций, очень важно за качеством инвестиций. Качество инвестиций вы вкладываете в это понятие, прежде всего, то есть бренд, имя, авторитетность, узнаваемость какой-то компании, да? Не только бренд, не важно даже бренд, важно именно передача технологий. То есть, да, мы о чем говорим? Мы говорим так, что нам не нужны просто деньги, нам нужны деньги, инвестиции с новыми технологиями. Понимаете? Для чего? Для того, чтобы здесь появлялись новые компетенции, и у нас наши же сотрудники, казахстанские рабочие, которые работали на этих предприятиях, получали новое образование на месте и могли совершенствоваться, и тогда у нас производительство туда будет расти. Соответственно, казахстанцы будут богатеть. Если мы говорим о страновом разрезе, то сейчас как выглядит рейтинг стран-лидеров по уже инвестированным объемам? Как-то он изменился за последние годы? Нет, он примерно сохраняется так же. То есть, это Нидерланды, это Соединенные Штаты, это Великобритания, это Италия, это Китай. То есть, это и Россия, конечно. Это основные инвесторы, которые приходят к нам в Казахстан. Здесь наверняка вы часто сталкиваетесь с вопросами относительно роли и активности китайских инвесторов. Здесь каким-то образом, на ваш взгляд, уместны вот эти вот опасения или, скажем так, сомнения людей, которые говорят о вплоть до китайской угрозы. Нужно, во-первых, понимать, что Китай один из основных инвесторов во всем мире. И страны, развитые страны создают особые условия для того, чтобы китайский инвестор к ним пришел. И мы знаем, есть примеры, когда европейские страны специальные программы пишут для того, чтобы китайский инвестор туда инвестировал. И имея такого соседа, крупную экономику, которая готова инвестировать, я думаю, глупо не использовать это. Для нас главная задача – куда придет китайский инвестор? И тут, если вы знаете, у нас есть совместная программа, программа индустриального инвестиционного сотрудничества. Сейчас она включает в себя 51 проект на сумму 27,7 миллиардов долларов США. Большая часть продукции, которая производится этими предприятиями, она уходит же на экспорт в тот же Китай. То есть мы говорим об увеличении экспортной выручки в целом для Казахстана. И вот, как пример, один из проектов, который был в этой программе, это вы, наверное, слышали в прошлом году. Один из лидеров мировых контейнерных перевозок, компания «Коско Шиппинг», приобрела 49% управляющей компанией «Харгос Восточные Вороты». Что мы ожидаем? Мы ожидаем, что большой объем китайского товара пойдет транзитом через территорию Казахстана. Что характерно, где-то к 2020 году наше ожидание, что мы будем получать от транзита 5 миллиардов долларов ежегодно. Появилось, на мой взгляд, два сравнительно новых проекта, который первый называется «Инвестиционный омбудсмен». Второй проект – это проект «Единое окно» для инвесторов, или «Единый офис» для инвесторов. Вот здесь поясните, насколько все-таки уже спустя некоторое время оказалась целесообразна эта идея. Инвестиционным омбудсменом является министр по инвестициям и развитию. При нем существует рабочая группа, которая рассматривает конкретные проблемы, с чем сталкивается инвестор. То есть обращается инвестор и говорит, не дай бог, возникла у него сложность с налоговыми органами, либо с таможенными органами. Тогда он обращается, мы что делаем? У нас есть офис инвестиционного омбудсмена, мы приглашаем в себя и наших коллег из различных органов, и инвестора. Садим за один стол, пытаемся решить проблему. Что показывает статистика? Порядка 60 обращений нам было с начала прошлого года. Больше половины тех вопросов, которые задавал конкретных инвестор, были разрешены и были разрешены именно в его пользу. И это именно возможность досудебного разрешения. И по единому окну? Да, простыми словами, это то место, куда инвестор обращается и получает порядка 300 различных государственных услуг. Вот в нашем министерстве находится, наверное, основной офис одного окна для инвесторов. Если есть у вас возможность, давайте я вам покажу это место. Давайте посмотрим. Пожалуйста, приглашаю. Спасибо. Это тот самый единственный офис центральный, получается. Да, это центр обслуживания инвесторов. Ну, нельзя говорить неправильно, наверное, что он центральный, но он основной. Основной. Он основной, в котором наши специалисты оказывают консультационные услуги, как по телефону, как онлайн, так и людям, которые сюда приходят. Ну, и также, можно сказать, это уникальное место для всех госслужащих, куда инвестор, любой посетитель может прийти без какого-либо досмотра. И мы здесь обычно проводим наши дела. Остание получается режимное, но здесь доступ освободен. Здесь доступ специальный, и мы его так специально отделили для того, чтобы инвестор спокойно проходил. Ну, вы, наверное, слышали, многие сталкиваются с такими проблемами, но у нас такой проблемы нет. То есть здесь идет основное – это консультация. Инвестор пришел, получил консультацию, предоставил базовые документы, которые есть, которые необходимы. И уже отсюда наш оператор, наш менеджер направляет, и это все либо онлайн, либо напрямую, в зависимости от государственной услуги, он получает уже разрешительные документы, и инвестор сюда приходит, ему выдают готовые, пожалуйста, вот тебе готовая виза, вот тебе разрешение на ввоз иностранный рабочий сит, вот тебе, например, право на землю, либо на недропользование. А проходимость какая по прошлому году или по этому? В целом, как вот я говорил, в текущем году 8 тысяч государственных услуг с начала года мы уже оказали. Мы говорим о том, что это просто один из офисов. В городе Астане у нас функционирует три офиса, в городе Алматы два, и в каждом областном центре по одному. Я вас понял и благодарю вас за разговор, спасибо за ваши ответы. Спасибо большое. И всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин